Первый раз мы говорили об исследовании, которое делали апостолы или пророки, движимые Святым Духом о грядущем спасении. И сегодня мы продолжаем. И я читаю первое послание Петра с 13 стиха. И я читаю первое послание Петра с 13 стиха. И я читаю первое послание Петра с 13 стиха. И Яков там очень подробно говорит о том, что злоязычие, язык, это очень такая штука в нас, которая определяет, в какую сторону мы идем. У меня сильное ощущение, что когда я читаю первое послание Петра, он здесь конкретно пользовался поршанутом или толкованиями на недельную главу, которая называется Кедушим. И она записана в Икра, в Левит, в 19 главе. «Будьте святы, как я свят». И я здесь, наверное, даже не буду заниматься каким-то изобретением, потому что эти вещи известны. В еврейской традиции святость – это не то, что мы отделяемся от всех и становимся такими людьми, у которых нимб на голове. А святость – это когда ты можешь практически совершать какие-то дела, которые тебя отделяют от стандарта, существующего в этом мире. Если вы откроете 19 главу, то там сказано «Будьте святы, как я свят, почитайте мать и отца ваших, не поклоняйтесь идолам, служите Господу Богу, уделяйте неимущему помощь». И это определяло еврейский народ как святой, отделенный от грязи, от мерзости, от разврата и заставляющего его быть святым. И вот здесь вот, когда Петр пишет это первое послание, он наставляет тех людей примерно, возможно, это было примерно это время, он подгадывает срок, когда читается это паршанут, и он пишет тем мессианским евреям, которые рассеяны в Галуте, в диаспоре, и он говорит им «Будьте святы». И он здесь практически повторяется, или расширяя, более вникая, занимается паршанутом, толкованием, чтобы войти в какие-то чуть-чуть большие детали. И он говорит «Будьте святы, не сообразуйтесь вашим мозгом с вещами и ценностями этого мира». Это совершенно не значит, что нам не нужно заботиться о том, чтобы прокормиться. Но вещи, которые называются разврат или какая-то грязь, он говорит «Сосредоточьтесь, уйдите оттуда, просто не помышляйте об этом». Лучше направьте себя на то, что вы понимали, что ваш Небесный Отец нелицеприятно судит каждого по делам. Очень часто в верующей среде у нас есть такая вещь, когда мы как бы говорим «Мы в благодати, все покрыто». Да, нам прощены грехи, но Бог, когда мы обратились к Нему, когда мы пошли за Ним, продолжает судить нас по делам. Он смотрит, как мы поступаем, с страхом Господнем ли мы проводим дни странствования нашего. И Петр здесь говорит «Вы искуплены». Для того, чтобы изменить стиль вашей жизни, были задействованы невероятно мощные инструменты. И здесь он говорит «Кровь драгоценная Мессии», непорочного Ангнца. И вот еще одно место, которое я хотел усилить в этом сегодняшнем разборе, предназначенного для этого еще прежде создания мира. Очень интересно, что Петр делает такое заявление. Вы знаете, в ортодоксальном иудаизме существует такое утверждение, что до того, как Господь сотворил мир, были сотворены вещи, которые предшествовали физическому миру. И это трон славы, на котором он оседает, рай, гейном, состояние покаяния, имя Машиха, семь разных вещей. И вот, что интересно, ортодоксальный иудаизм ссылается примерно, наверное, на тот же самый источник, на который ссылается Петр. То есть эти вещи были понятны даже в первом веке, что Машиха – это не вот чего-то, а Господь Бог эту идею вложил до сотворения. И, по всей видимости, вот те намеки на чудный свет, на Берешит, Берешит Бара, то есть тот, который был в начале, тот, который был рукою творимое все. Павел на эту тему говорит в послании Колоссяна. Им через него и для него все. Вот здесь оно как бы между строк вписано. И почему это важно и сильно? Смотрите, какая связка. Невероятно высокое предвидение Божие и наша святость, связанная с практическими вещами. То есть мы не просто отделяемся, чтобы где-то нашей головой летать в облаках, но наше отделение от греха и разврата этого мира заключается в том, что мы познанные Богом прежде сотворения мира, потому что когда Он Машиха имя приготовил, когда Он предназначил Своего Сына пойти искупить нас, Он уже провидел нас. И вот нам Он дает вот это призвание, чтобы мы стали отделены и чтобы в нашей жизни проявились дела, которые Он предначертал нам исполнять. Дела, основанные на человека уважении, на взаимоотношении со своими близкими, на взаимоотношении и желании помочь тому, кто нуждающийся. И если мы так поступаем, то мы просто не просто дети Божьи, мы соработники Господа, которые являются инструментами, приносящими Его славу в этот мир. Я вот этими словами хотел бы закончить этот урок, пожелав всем помедитировать, подумать, поразмышлять об этом призыве. Вы святы, вы призваны им, будьте святы, как Он свят. Пусть Господь благословит вас и лучшее пожелание вам перед приближающимся праздником Шавуот. Мы заканчиваем уже счисление омера, и в июне, через несколько недель, будет Шавуот, знаменательное событие, когда Господь даровал Израилю Тору. Через две тысячи лет Руаха Кодеш был раскрыт в новом понимании, в новой силе, в новом эффекте для верующих, создав то, что называется Кигелат Ешуа Машех, тело Машеха Ешуа. И слава Богу, что Он предназначил нам быть частью вот этих Его великих дел. Пусть Бог благословит всех. Субтитры создавал DimaTorzok